В пляжный волейбол играть намного сложнее классического. Начнем с того, что встреча идет в формате 2 на 2. Следовательно, в пляжке у спортсмена гораздо больше задач. Нужно страховать партнера, а после падения моментально вставать. Песок не позволит разбежаться и прыгнуть во всю силу, но и помимо этого вы играете под палящим солнцем. Впрочем, ни один из этих факторов не помешал волейболистам выступить в решающих матчах любительской лиги. Остались только сильнейшие, и все они приехали за победой. В решающую стадию турнира вышли более 20 пар. Награды разыгрывались в четырех дисциплинах. Парни и девушки поделились на категории «лайт» и «хард». Кстати, в самой тяжелой разновидности выступали героини нашего прошлого сюжета – Александра Овчарова и Виктория Генералова. Здесь все зависит от меня и от моей напарницы. В классике играют 6 человек и очень сложно быть сплоченной командой. Здесь больше взаимодействия, здесь песок, здесь красивые наряды. Мы в этом сезоне максимально нестабильны и сейчас тяжелая у нас будет игра. Хотим показать все, что мы можем и постараться выиграть первое почетное место. В прошлый раз Виктории и Александре немного не повезло. В финале турнира они проиграли ими Гончаренко и Дарьей Казачковой. По иронии судьбы в этом турнире в матче за золотые медали вновь встретились эти же команды. Поэтому нужно было помочь девушкам потренироваться и настроить их на хорошую игру. Солнце, песок, волейбол – вот все, что нужно для хорошего настроения. А вот я поиграю сейчас с будущими чемпионками. Пообщались мы и с другими участниками соревнований. Михаил, например, играет в волейбол в создании любительской лиги. Но в этот раз он остановился на стадии четвертьфиналов. Я родился на берегу моря. Мне повезло в этом плане. Я с Крыма. Поэтому пляжный волейбол для меня – это родной вид волейбола. Два человека. Тут больше прыжков, красивых моментов, красивых падений. И поэтому это намного, мне кажется, и красивее, и интереснее, чем классика. Кстати, поболеть за спортсменов пришло большое количество фанатов. Сразу видно, что пляжный волейбол – это самый летний и красочный вид спорта. Считалось, что пляжный волейбол и Старопольский край – это совсем разные вещи. Сейчас мы пытаемся эту ситуацию исправлять, выравнивать. И виден результат. То есть массовость, а как всегда, закон физики, количество порождает качество. У мужчин в категории «лайт» лучшими стали Владимир Пожедаев и Данил Самостойко. В «Харде» победили Умар Тутов и Иван Гурьев. У девушек в «Лайте» золотые медали увезли Анна Авдеева и Александра Волкова. А в «Харде», как и в открытом чемпионате краевой столицы, победили Дарья Казачкова и Инна Гончаренко. А насладились лучшим летним видом спорта Богдан Решетников и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.